А потом спрашиваем, а какое наше будущее? Ну, какие будут эти жители? Ну, наше будущее, это уже очевидно. Тут что об этом говорить, это обсуждать. Должно произойти чудо. И это чудо покаяния. А покаяние, это нужно себя увидеть. И начать жизнь по-христиански. Но это должен народ проснуться. Потому что такая линия, струя этого пробуждения, она видна. Но пока это не стало таким прям всеобщим настроем народа. Ну, хотя бы вот эта тенденция, что ли, заметна стала. Ну, тенденция заметна. Но ее амплитуда, она не очень высока. Она и есть. Вот как, ну, на мой вкус. Мне кажется, что слишком медленно все действует. Потому что силы зла, они как бы растут с гораздо большей силой. В одном скандинавском парламенте уже серьезно обсуждается вопрос, чтобы, ну, не только там благословить для людей педофилию. Это уже как бы пройденный этап. А инцест. То есть не наказывать людей за сожительство. Там матери с сыном, отца с дочерью, сына с отцом. И так братья между собой. Что это вот благо. Это в парламенте. Уже идут дебаты. Ну, это что там? Содом и Гамора отдыхают. Ну, как мы видим, быстро в одном месте приняли однополые браки. Там в Испании. Потом пошло по всей Европе. Сейчас уже во Франции. Причем самые такие страны, которые некогда считались опорой Римно-католической церкви. Особенно Испания вообще всегда была считалась очень верующей страной. Ну, это что там? Какая уж там вера. Ну, и какое будущее? Чтобы этому злу противостоять, Россия должна быть единая, мощная, верующая, нравственная. А у нас, ну, что? Хоккей собирает, стадионы, а церковь сколько собирает? И кого? Мужчины все там. Ну, и другая плана в пивной. А в это время народ тает, тает, тает. Женщины все рождает меньше. Абортов как было, так и есть. И, главное, врачи, которые, ну, должны как-то это все останавливать процесс, они, наоборот, это стимулируют. Пресса стимулирует. Деятели искусства стимулируют. Кинематографисты стимулируют. Все это самоубийство. Хотя вот в Чили сейчас пришла информация о том, что запретили аборты. Вот. И что? Женская смертность, которую все предрекают, женщины будут делать, тогда подпольный аборт будут умирать, она снизилась. Народное население выросло. Все вот, чем пугают обычно, ничего этого нет. Никаких криминальных абортов, ничего этого нет. На протяжении десятков лет изучали, наблюдали. Есть результат, есть статистика. Эти враги рода человеческого визжат, а стать бедная страна. Все происходит в совершенно удивительном способе. Ну вот интересно, действительно, законы принимаются вопреки просто здравому смыслу. Вопреки логике, вопреки статистике. Ну потому что кто-то проплачивает мнение людей. Потому что если мы не видим здравого смысла, либо человек безумец, либо он куплен. Другого-то не бывает. Безумец или нет, проверяется просто. Берешь кусок хозяйственного мыла и говоришь, ешь. Если он ест, значит безумец. А если нет, значит куплен. Тогда с чего это он? Вот с чего повторяют то, что не соответствует истине? Ну, например, там Россия, многоконфессиональная и многонациональная страна. Вот для чего эту ерунду повторяют? Когда мы самые, можно сказать, мононациональные и самые моноконфессиональные. Но чтобы это мнение привилось в людях. Ну так, ну это же как бы неправда. Потому что какая же много, когда 85% одна и та же нация и одна и та же вера. Какая там много. Но немного есть, конечно, представители других религий. И очень они у нас хорошо живут. И уважаемые. И никто их не обижает. И секты есть. Сейчас же с сектами никто не борется. Сегодня одна женщина пришла и говорит, вот она была в секте вот этого крокодила. И так выдавал себя за Симеона, который два года назад, так сказать, его Господь прибрал. Обобрали ее. Тогда она протрезвела. А так, первое дело, к ним приходят, говорят, давай квартиру нам. Человек, это самый не старый, молодой, уже хотят привязать. Ты в церковь ходи, но к священникам не подходи. И начинают, так сказать, ну, все секты это бизнес-то, в общем. Главное, это деньги. Ну, и что раньше сектами КГБ занималось. А сейчас, пожалуйста, что и хочешь делай, КГБ, так сказать. КГБ знает о всех сектах, но реальной работы по противодействию сектам не заметишь. Но они зарегистрированы, религиозные объединения. Нет, это не зарегистрировано даже. Просто, так сказать, религиозная отморозка. Самочица. Ну да, пользуясь неграмотностью населения. Ну, как на Украине, четыре православные церкви. Но это же из-за неграмотности населения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok